Вот смотри, вот когда приехал начальник Валерий, мы зашли сюда, показал, что раскручивался, покачался вот так, она как матрас качался, видите, влага, сюда трасса внезагонничает, это внешний слой, трава 21 год, она осохла, высокая трава, плотная, эта трава слойно-слойно кладывалась, она как серина получилась, ну, и выше там парка сидит, ну, и когда начали делать, вот, я боялся, где-то, вон там они, где-то, самая бассажинка была, пониже, ну, конечно, она поначалу, она идет рулоном, скручивается, он тащит ее, не может двинуть, она рулоном, и не разрывается, ну, что она 5 метров, это на ту сторону, и на эту еще рулон просто катит, а рулоны там внизу, да, сюда смотрим, там длина, длина, я говорю, она сейчас потопит, да ну, где потопит, а она сейчас пройдет, у меня внизу не начинает трогать, с пыли идет, да, тут топ-то, никакой топ-то нет, у нас вообще топ-то нигде нету, так как бы, где-то прорыв, воды просто сыпет, она, ну, как я бы, с этим не видела, если ты там полёно внизу идет, прям ближе к длина, с которой видела, вот, сидели, я беру с собой, с этой же, я беру с собой, с этой же, я беру с собой водительную, да, сегодня ездили в маму, то вот, хоть домик приобретаем еще, вот, а не хит, так, а не хит, а ещё сюда хозяин, ещё он тут же и делает, Внимать ребят опять же поедешь, все бесплатно работает, навести в порядке. Главная задача здесь он жить, пусть и будет. Чудо, я думал, когда первый билдовик был, и стали показывать изобретателям. Призвали, наверное, круженика сельского хозяйства. Сейчас я сказал, вот это до... Вот это пехника, как ее достать-то? Да это пока игрушка. Пока в корене. Показывают, сидят. Девчонки стоят, а мужики, редкие ученые, сидят и в танк. Они дядя, вы почему играете в игрушки-то? Разве вы дети? Пока играем, а там видно будет. Нартизь такая в журнале. Ну, танки-то они делают совершенно игрушечные. И смотрят проходимое другое. Вот мы тогда первый раз сделали такой билдозер. Он помолох впереди себя тут. Ну, и... Понятно, что он обратил. Ну, что вы играете? Он ползет сверху. Не так идет. 17 тонн весу его. Ну, и захватил с тобой еще сколько. Ну, там и я ползет. У меня вот так строили. Вот это дерево такое. Буквало, надо с лишним метров завалить дерево. Там два с лишним метра. А потом... Ну, все. До того я доволен. Когда приехал их начальник Валерий, то я показал там на лагерном труду, как трудно. Там точно, точно надо чуть ли не в миллиметр ехать. Ну, и Эдвард один. Он, говорит, сейчас приболел. Сердце. А он... Я уж не стал спрашивать тюрьки. Я говорю, да сильнее его ударить. Этот болел. Снова пришел. Владимир Иванович Волков. Как я раз что-то по молитве нашей, я сколько услышал и дал ее. Вот сейчас только сказал, говорит, мне кажется, вода оттуда идет тоже. Надо было понизить вот этот сорт туда. Он мигом развернулся и смотришь, она подстала. Ну, а то только и говорит только. Он подойдет ближе, говорит, посаживает. Ну, только он спустил. Он нашел туда, где, по небу. Да, там, где. А он ее сразу отпустил. А там кормили. Кормили. А с орлам все эти кормили. Он его деревом не ударил. Видишь, как он дыру сделал? А теперь с этой стороны начали подбирать, а потом отправили. Кормили. Конечно. По крайней земле поверхности тут не так много, но это важно. Потому что там он перегораживает. Тут вода если идет. Вот в этом месте ее тут маленькое, и она может сюда вода пойти. Надо смотреть за этим. Тогда срочно надо те два входа запечатывать. Тогда тут глубокая вода. Купать все может. Вот рано всегда купается. Вон она пыль какая-то. Смотри, впереди идет. Он не верил, когда я сказал, что будет посыпать. Она говорит, что в пыль пойдет. Да ну. Кто-то, кто-то он сейчас-то верит. Все это в последний день. Торщина идет своим водом. А там платформер, отправили в его. Там у нас по крайней всех расчетах. Сегодня надо рассчитать именно три видера веку, а концевод и сломался. Вот. Не надо просто бронь издать. Ну и так. Залили. Заправка. 250 гр. 250 гр. А, нет. Это не то. 240 гр. 9 литров масла. Это он заправлялся. 18 гр. Это высчитываю. Ну, все на этом. Как Господь слышит молитву, а бабушек в воскресенье там провелся. Я говорю, вы молились все? Да вот теперь смотрите, какой результат. Они еще крепше молиться станут. Молитва еще не значит, что она неправильно рассуждается. Значит, я такой, который слышит молитву. Поднимает и придавливает до самой верхней. Сейчас я его иду отнесу. Ну, а ты уже остался. Ну, пока подойдет, блядь, пожалуйста. Какой молодой вам. Какая молодая. Собирает. Это просто, спасибо. Вперед, смешает. Компания. Тогда он дальше ничего не подходит. Ну, так застает. Совершенно другой климат. Две недели прошло. И, думаю, мы с самой весны трудились. Вечной. В начале году отводить. Траншеи братья рыли. Деревья убирали, они в воду падали, труда была очень дороже. Вал надо на груду вообще. Слава Богу. Последний день работает бульдозер и ходит. Сейчас он утапкивает. Я ближе подхожу к нему. Ничего не несет, просто удавливает. Видно как та сторона отрифтовала мне. Это искусственный водоем делает. Он был маленький, но не глубокий. А сейчас настоящий уже глубже. Там видно, где черная, это вход. Харыка, который сделает. Видите? Половина одна сторона и половина другой. Березняк. И сразу начинается осина зеленая. Красиво. Красивейшее озеро будет здесь. Вот это два входа воды. Может перекрывать надо будет. Пока не знаем, как это сделать. И еще делаем. Выдавливаем. Семнадцать тонн. Так что вода не разноет. О, смотри. 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 В осину воткнулся. Играет когда в догонячки. И все. Даже на осине остается немножко. Где он касался. Вот он. Не молодец. было просто трава и ничего не было сейчас вот так удавил и почву добросовестный мужчина спрашиваю верующий или не верующий он песик мне показал и тонкий князя Владимиру я говорю сделал бы вам подарок садский Владимир Владимирович если будут и верующие это еще не верующий но я пошел сейчас домой и поколал Новый Завет и письмо православия 4 книги ответственно на слово положено а просто пройтись по полю по днищу водоема конечно это не Семлянское водохранилище не Апскоя ну и мы и какие-то там инженера и один бульдозер толкает только как бы экскаватор был и вывозили на машинах тогда бы разговор другой шел а так-то еще и найдем я показываю ну тут неглубоко плоховато высоко упала осинка какая-то теплая перегородила он все сделал вот здесь вход один для воды вход второй ну тут еще нужно идти будет по лесу смотреть куда вода идет и все вот это озеро делаем наобум ничего не знаю как будет но оно было маленькое когда были мы маленько купались первое прогревалось так Господь вот позволил нам уходим вот здесь он проходит и уходим последний выезд работа окончена две недели позади как много было сделано вот сейчас ломиком там грязь все лопатой сбил и вот он выходит задним ходом и все подправить и делать любит чистоту в такой работе и так человек внимателен чтобы все было такой счастливый это господь по молитвам ответил последний рейс последний поворот дальше там остается выработка завтра он своим ходом в подчину 15 километров и 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 Mu Я хотел его угостить нашей постной пищей, помидорами да компотом. Он смеется. Видишь, как нож опускает и тащит его. Я с велосипедом пящусь на лень, чтобы дать ему порт. Я с велосипедом убегаю от него, а он за мной, за мной. Рядом береза вот такая и солнышко. Ничего не видно. Субтитры сделал DimaTorzok